Всех приветствую! Сегодня немного расскажу, стоит ли пить пищевую соду. Дело в том, что всё время, с первого года, с девятнадцатого года, как я начал в девятнадцатом году соду пить, с тех пор я постоянно пытался прекратить её пить. Что произошло? Давайте возьмём, тут я один ролик делал, вот этот вот. Лечить можно всё, да? Кто-то не понял, кто-то понял по-своему, кто-то воспринял как юмор, все по-разному. В общем-то, я, конечно, не стал говорить это напрямую, панацея у каждого своя, в общем, так сказать. Есть у кого-то панацея, кто-то там по генератору кишетом, водородной водой, кто-то лечится, кто-то кислородом, кто-то, как я, пищевой содой, кто-то перетись у водорода и так далее. Кто-то просто травами, можно перечислять долго и упорно, и каждому надо найти, как говорится, своё. В общем, перешёл я последнее время, совсем стал мало пить пищевую соду. Это в конце прошлого года, в 21-го, я уже пил, буквально 4 дня пил, и получается 8 дней я не пил пищевую соду. Результат. В начале декабря у меня подскочило давление, пошла носом кровь, причём один раз с утра, второй раз с вечером, второй раз было совсем плохо. Я даже уже подумывал, не идти ли мне в больницу или вызывать скорую помощь, потому что кровотечение продолжалось более часа, но потом всё-таки прекратилось. К сожалению, к врачу я сходил, но, как это обычно, результатов это не дало. Дело всё в том, что единственное обследование, что я получил, это давление прибор по измерению давления на 24 часа. Носил я его 24 часа, сейчас уже не помню, то ли он там каждые 15 минут, по-моему, каждые 15 минут он проверяет давление. И в течение 24 часов это происходит. Есть у меня подозрение, что кровь носом не просто так идёт, потому что у меня, тем более, в том году участились головные боли. И, в общем-то, подозрение всё-таки на артерии, которые проходят у нас позвоночники в районе шеи, из которых в основном идёт отток крови. Тут давление, потом кровь носом, и вот есть подозрение, что всё-таки проблема в этих артериях. Гимнастику я уже, кстати, давненько делаю по шее разную. Тут мне ссылочки присылали именно по гимнастике шеи. Спасибо, конечно, большое, но что-то у меня никак успехов нет. И дело в том, что я спросил у врачей, в общем, сонные артерии, которые у нас находятся спереди, именно через которые идёт в основном кровь в нашу голову, с ними нет проблем. Их можно проверить. А вот шейные артерии, это уже проблематично проверить. Тем более на фоне того, что именно на сегодняшний день происходит, вот это вот, я не знаю даже, как назвать, потому что как ни назови, уже не знаю, как говорить. В общем-то, ещё одно видео заблокировано, и у меня до сих пор в смысле предупреждения висит. Поэтому, ну вот это вот новомодное то, что сейчас происходит. Многие врачи просто не принимают таких людей, которые не прошли определённых процедур, каковым я и являюсь. Я до сих пор процедуры эти не проходил, и как бы не собираюсь. Ну, в Германии ещё это в обязательную форму не ввели, поэтому я даже ещё и работаю. Сколько это продлится, не знаю, и как это долго будет. В общем, проблема, искать свою проблему, да. Так как у нас дома оборудования нету соответствующего, и, соответственно, мы сами определить это довольно проблематично. В общем, решение я принял сразу и быстро. Исходя из того, что я почти перестал пить пищевую соду, я начал её пить снова. То есть, как в 2019 году, только уже с чайной ложечки. Вернее, я не знаю, кто это придумал. Чайная ложечка без горки, пол чайной ложечки с горкой. Вы набираете ложечку, в неё набирается столько, сколько набирается. Поэтому нормально всегда это с горкой. Значит, у меня пол чайной ложечки норма. Начал я пол чайной ложечки пить, месяц пил. И потом стал потихоньку уходить на более меньшую дозу. Так скажем, в одну треть решил. Но каждый день постоянно пить. И то, что и проделываю сейчас. И вот, когда я пил, буквально там 3, может быть, 3,5 недели прошло по пол чайной ложечки, у меня опять повторилось точно так же, как в 2019 году. Что-то вроде простуды. Я ещё добавил пищевой соды с молоком утром-вечером. Простуды, похожую на простуду. От этого вроде быстро избавился. И точно так же, как в 2019 году, у меня произошло это всё, вот это перешло в бронхит. Но я понял, что лёгкие начали просто чиститься. В общем, ни одной таблетки я не выпил, к врачам не ходил. Продолжал пить пищевую соду. И добавил к этому ещё немного ингаляции той же пищевой содой. В общем, так я от бронхита и избавился. Причём на больничный я не ходил. Температуры как бы не было. Поэтому кашель, ну, бывало, конечно, так закашляешься, что чуть ли не до рвоты. В общем, всё нормально прошло, избавился. И на сегодняшний день, вот я уже как-то ранее говорил в предыдущих роликах, что давно я это понял, что, похоже, надо всегда это будет проделывать. И на сегодняшний день я уже решил совсем от этого перестать уходить. Потому что на сегодняшний день это является моей панацеей. В этом море, вот этой вот, вот этом действительно море вот этих вот препаратов фармацевтических компаний, да. Я пищевая сода в основном и также, ну, не так, конечно, стабильно, как раньше, но также попиваю хотя бы один раз в день перекись водорода. Вот такие вот результаты. По состоянию здоровья, по суставам не нечего говорить, со суставами всё нормально. Особенно именно тазобедренные суставы, с ними совсем тьфу-тьфу. Я уже даже забыл, как это было проблематично, когда ты не можешь спать ни на одном боку, ни на левом, ни на правом, когда два сустава. Проблема с обеими сторонами. Единственное, колени. Колени иногда бывают чуть-чуть, но это совсем не критично, так скажем. Конечно, я делаю иногда какие-то компрессы пробую, также с перекиси делаю. Но тут что-то немножко другое происходит, пока не могу понять. Дело в том, что это не постоянно. Иногда бывает, я приседаю, когда глубоко, прям на корточке присел. И потом, когда начинаю вставать, иногда побаливает. И иногда просто небольшой такой хруст. Допустим, вчера я попробовал поприседать, и в правом колене такой лёгкий хруст был. Но боли не было. Но иногда вставать больно. И такое не могу понять даже, когда это именно происходит. Но сейчас, так как начал пить стабильно пищевую соду, и стараюсь почаще перекись водорода пить. Посмотрим со временем, как это будет. Будет ли улучшение, будет ли ухудшение с коленями. Но в остальном, в целом, всё более-менее нормально. И, кстати, до этого случая никогда давление не проверял. И тут я решил, вот в декабре то, что произошло, у меня кровь с носа, я до этого никогда давление не проверял. И тут я решил немножко начать проверять давление. К моему удивлению, у меня оказывается нормальное давление моё, где-то в районе 140-150 верхнее, и в районе 90-100 нижнее. В общем, если 150, 100 на 150, где-то вот так, или 90 на 140. В общем, немножко так завышенное давление. Но при этом давление я себя отлично чувствую. Вот такие вот интересные результаты. Кто там писал по поводу операции, помню. Не помню, конечно, что он конкретно писал. Ну, что-то вроде, нечего бояться делать операцию на суставе. И всё в таком духе. Я вот типа сделал, и у меня всё хорошо. Я никого никогда не пугал. Операция, я никогда не говорил, что операция это смертельно. Но я не хочу эту операцию делать. Так почему я её должен делать, эту операцию, если, на мой взгляд, всё должно лечиться. И на сегодняшний день, из той информации, которую я сегодня обладаю, я прекрасно понимаю, что действительно всё практически лечится. Только кому-то это повезёт, он найдёт свою панацею, и он вылечит. А кому-то не повезёт, он не вылечится. Даже рак лечится. Ну, вот, к сожалению, есть на сегодняшний день такая серьёзная проблема. И причём она уже два года длится, и пока края ей не видно. Я надеюсь, может быть, в этом весной закончится. Потому что, ну, есть у меня такое подозрение. Дело в том, что ограничено, ограничено, всё ограничено. Тут знакомый ходил, знакомая одна к врачу, к ортопеду. И ортопед, что ей заявил, когда она уходила, он ей заявил. Ну, честно говоря, я этого человека врачом не могу назвать, потому что это уже не врач, если он такое сказал. Он ей сказал следующее. Если вы не сделаете эту процедуру, то больше ко мне не приходите. На мой взгляд, это вообще не врач, и ему там в медицине вообще делать нечего. Такого надо с медицины просто в шею гнать прямо сегодня же. И мне вообще непонятно. Все, наверное, знают, по крайней мере, кто чуть-чуть постарше. В основном такая публика такие ролики смотрит о пищевой соде и перекиси водорода. У кого уже всё-таки болячки поднакопились, и с суставами проблемы. То все знают, это после Второй мировой войны был такой Нюрнбергский процесс в 1947 году. И там есть закон. Он чётко написан. Там всё очень чётко понятно. И мне непонятно, какая сука имеет право этот закон отменять, который написан кровью миллионов, десятков миллионов людей. Какая сука это может делать? Моё мнение, этих сука надо на первых столбах. Сами знаете, что делать. Ну, на такой... Я уже ещё раз повторюсь, что мне сейчас тяжело в связи с вот этим всем происходящим. Я слишком прямой человек, и мне всегда хочется сказать то, что я думаю. Но я, исходя из того, что тут такая демократия полная, я не могу ничего практически говорить. И когда я затрагиваю эти темы, мне обязательно хочется на эту тему говорить. Потому что мы в этой теме сейчас живём. И о ней не говорить практически невозможно. Ну, в общем, я надеюсь, вы меня поняли. Ну, вот такое состояние моего здоровья на сегодняшний день. Спрашивали ещё, пока не забыл, спрашивали по поводу перекиси водорода. Как часто можно полоскать перекисью водорода нос? Где в разведённом состоянии, разумеется. Там по Ивану Павловичу Неумыакину 1 к 50-ти, 1 мл перекиси водорода, 50 мл тёплой воды. И полоскается нос. Я одно время начал, когда тут вот надо вот эти вот ватные палочки, палочками нос чистить стало, чтобы на работу сходить. Потому что нос не почистишь ватной палочкой, тебя на работу не пускают. Наверное, из-за того, что тебе плохо дышать, он у тебя слишком грязный, поэтому тебя заставляют ватной палочкой сходить нос почистить. И я, естественно, не знаю, что там на этих ватных палочках. Я тоже начал пробовать. Вот, допустим, 4 смены у меня сподряд, 4 дня получается. Мне надо нос чистить ватной палочкой. И 4 дня я вот этой перекиси водорода разведённой, я полоскал нос. Ну, до какого-то времени, конечно, я полоскал. То есть, получается, 4 полоскаю, 2 не полоскаю, и опять 4 полоскаю, 2 не полоскаю. Вот в таком режиме. Довольно долго я так полоскал, пока мне не надоело всё-таки. Пытался я эту ватную палочку где-то выдернуть, но как-то так у меня до сих пор не получилось. Посмотреть её под микроскопом, что там есть или нет. В общем, я в данное время просто стал водой даже полоскать. Сразу захожу домой и тёплой водой прополаскиваю нос. Ну, вот, в общем, по крайней мере, с моим носом за то время, что я делал там, не знаю, насколько меня хватило, может, на пару месяцев, ничего не случилось. Нос как работал, так и работает. Всё по-прежнему. Но, опять же, это я не каждый день делал, правильно? Всё-таки 2 дня было перерыва. На этом, пожалуй, всё. Да. Ну, вот, такие результаты по пищевой соде. В общем, организм надо постоянно чистить. Потому что я уже говорил, там мне писали очень часто, да что ты, в Германии так много овощей. Каких овощей? Покажите мне овощи. Тут в магазин зайдёшь, тут десяток капусты, там какие-то несколько корнеплодов, ещё что-то. В принципе, овощей нету практически. И кто-то говорит, что питание можно поменять. Ох, у нас сегодня шторм, в окно задувает капитально. Кто-то говорит, что тут овощей моря. Да нету тут никаких нахрен овощей, тут их очень мало. И когда вы хотите поменять своё питание, сделать его более лучше, чище, то это довольно проблематично сделать. И мы все хотим вкусно покушать иногда, и поэтому я не исключение, я тоже хочу получить иногда такой допинг, да, вкусненького. Это своего рода наркотик, особенно вот эти сладости. Это совсем, на сегодняшний день моё мнение, такой довольно сильно мощный наркотик. Вот эти печенюшки всякие, тортики, конфитюшки. Стараюсь как можно меньше их употреблять, но всё-таки иногда хочется побаловать свой желудок, свои вкусовые рецепторы, да. И в связи с этим, конечно, накапливается в организме, как ни крути. Поэтому я вот и принял такое решение, что теперь я больше не буду издеваться над своим организмом, я просто буду пить постоянно пищевую соду. Только вот через месяц, когда я понял, что у меня организм нормально почистился, то есть вот когда у меня там бронхит закончился, с тех пор я начал пить, допустим, треть чайной ложечки. Также по сегодняшний день идут там споры, гасить пищевую соду горячей водой не надо. Я думаю, всё-таки это, наверное, каждого индивидуально. Я ради интереса взял и попробовал. Ну, пару недель попил я. Тёплой водой, 40 градусов, я её в 40-градусной воде разводил и пил. Ну, понятно, что за пару недель ничего не произойдёт. Может быть, и никогда ничего не произойдёт. Я не знаю, не могу сказать. Но решил всё-таки не испытывать больше свой организм. Хватит уже наиспытывался. Есть у меня, я то, что знаю, что действительно мне помогает. И до горячей воды я развожу. Тем более сейчас уже давненько купил себе чайник, где температуру можно выставить. Выставляю 90 градусов, закипятил минимум. Это очень быстро происходит. Развёл, как обычно, выпил и пошёл на работу. Или, допустим, если дома, выходной, пошёл по своим делам. Ну, полчаса, там, минут 30-40 не ем, не пью ничего. А потом уже, там, по обстоятельствам, как говорится. Обычно я не завтракаю, поэтому либо зелёненький чай, или бывает чёрный-чёрный. Я тоже сейчас стал мало пить и уменьшил заварку наполовину. В общем, стал такой слабенький чёрный пить. Тоже своего рода наркотик. От кофе я давно отказался. Ну, всё. На этом, пожалуй, всё. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока пишите, спрашивайте. Если будут вопросы, на что смогу, отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok